и снова здравствуйте давно не виделись так получилось что мы пропустили порядка двух недель у нас не уходили подкасты и в этом абсолютно моя вина должен покаяться хоть и занимаясь и довольно таки давно журналистика связана с медициной но и было написано довольно таки много статей даже одна худая книжечка снято какое-то невероятное количество телевизионных передач документальных фильмов для телевидения но все равно при всем при этом это никаким образом не дает мне какой-то дополнительной что ли гарантии от того что я сам не могу хворать попадать в больницы и так далее или конечно большинстве своем и стараюсь попадать возможно лечебной организации запланировано так сказать но в этом году дважды вот я мой организм меня подвел опять же по моей вине нельзя так наплевательски относиться к некоторым вещам но об этом как-нибудь отдельно и так я приношу свои извинения что целых две недели не было ни одной передачи но сейчас мы посмотрим то что записали перед моим таким внезапным исчезновением тема у нас сегодня очень интересная ну я думаю не буду раскрывать раньше времени сейчас увидите все сами и так арбатские посидеться доброе утро дорогие товарищи я чуть не уронил стакан у меня в нем ледяной песок видишь что я пью вы такого никак в жизни не пили это золотой песок со льдом измельченный в порошке какао 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 не путать с игроком сборной германии тот какао какой дрянь выпьет он изменил нам вместо чая пьет какую-то гадость да это вполне коррелирует с темой сегодняшнего видеоблога да мы решили поговорить о мерзости почему мерзости о девках нет не о девках мы решили говорить о проституции а это мерзко нет нет это здорово это здорово но как-то так стыдливо вообще всегда к этой теме подходили советские налогоплательщики российские правда не стыдливо они желают ранее я вчера например ехал по городскому шоссе и девку не заметил мнение послушай не заметил что их количество увеличивается вот еще где-то год назад они стояли ну во первых не каждый день во вторых они стояли с разрывом километров три может а вот в пятницу ехал по русскому шоссе и в самую жару прям стоят через пятьсот метров как столбы стоит девушка они все одинаково стоят стоит девушка такая на ней бейсболка нас козырьком большим и она почему-то постоянно говорит по телефону все они да а на расстоянии метров 50 стоит машина обязательно жигули девятка развернута к этой девушке и вот эти девушки 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 а вечером когда едешь эти машины включают фары и светят этой девушки на красные брюки а она по-прежнему говорит да то есть их количество увеличивается их количество растет скажем но говорим о качестве говорим о качестве оказываем их услугах у нас тут есть специалист да и хейфица он молодой человек спит тоже нам наверное может помочь здравствуйте скажите вы что-нибудь знаете о проституции к сожалению мне не пришлось конкретно столкнуться с этим убеждением я конечно видел эти девушки которые предлагали но к сожалению качество их услуги обессловно а понятно наверное не будет слышно что ничего не будет слышно молодой человек сказал нам что он не пользовался никогда услугами проституток поэтому качество оценить не может правильно я вас понял отлично о чем он сожалеет о чем он сожалеет удивительнее же всего то что молодой человек он красив и молод и он не пользовался качеством мы даем по ангел а я стар очень и тоже никогда не пользовался тебе не повезло да вот так моя жизнь вообще сложилась что контактируя с проститутками очень часто и в огромное количество и имея их в качестве собеседниц и иногда очень интересных я никогда не прибегал сначала пациенту нет я же не винировал я с ними сталкивался всегда в компаниях моих друзей приятелей которые пользовались их услугами но я всегда с ними разговаривал мне было интересно что это за люди но сам я никогда не пользовался их услугами хотя вот смотрите интересно я вот сейчас вот просто припоминаю несколько раз в моей жизни субъект субъект субъекты моих любовных отношений россия прощаясь со мной в дверях говорили юр извин пожалуйста ты не одолжишь мне дальше шло 50 рублей и сто семьдесят там разные были цифры я одолжил и никогда не получал ничего взамен вот у меня вопрос эти вот эти вот объектиз моих любовных отношений это были проститутки я думаю вряд ли нет нет ибо не было договоренности предварительной ибо не было у этого термина и до выражения не были пляги не не но зачем нет это я не думаю нет эти девушки о которых я говорю нет кстати нет не повезло они были чрезвычайно разборчивые это знаю очень точно потом они просто любили да если просто его любили да непростой хочу сказать что вот просто когда у тебя в исходе любовных отношений берут деньги это не означает что ты имеешь дело с проституцией не думаю что даже с этим не керудки это не значит не за счет дней между слушайте давайте гореть серьезно да как вы относитесь к проституция я хорошо а ты положительный я То есть там говорить сегодня не о чем Абсолютно, всего доброго Потому что, нет, я, кстати, сюда пришел, чтобы сказать на эту тему несколько интересных слов Да-да, я их все-таки скажу Причем они оба откуда-то издалека бежали сюда Я бежал от тещи, которая плохо себя чувствует А Саша от друзей, которые чувствуют себя хорошо Которые еще спят Которые еще спят А Бархатом вообще опоздал А я вообще просто, у меня тоска, потому что кончился на фестивале, и я в тоске Несколько слов о проституции Первое, проституция бывает не только женская, но и мужская Ну, всякая бывает, да Да ведь, правда, нет, об этом не говорят почему-то, а ведь это есть А ее называют по-другому просто Называют альфа-онцы, жидовы и так далее Ну, не важно, да, ну вы согласны Так, секундочку, давайте уточним Мы говорим о этом замечательном явлении в рамках нашей страны или вообще? А я вообще не знаю Да, наверное, в нашей стране Я хоть немножко знаю, но все равно, наверное, слишком мало Я не могу То есть все-таки в рамках России В рамках России Я думаю, что это глубокие философские основы, но Да, да Так вот, проституция и в России, и за рубежом бывает мужская и женская Да Дальше дороги проституции расходятся Рассоберись Да Дальше проституция в России представляет собой безобразное зрелище Эксплуатации несчастных девушек и женщин Которая эксплуатация приносит огромное бабло Неучтенное в карманы тех структур, которые покрывают эту теневую проституцию Крышуют ее и живут за ее счет Проституция в России отвратительна Она, во-первых, не узаконена Она не облагается налогами Она совершенно безобразна и беспорядочна И от этого проистекает масса гнусностей, которыми пронизана вся российская экономика и проституция вообще Ты не сказал другой самый важный аспект Она не находится под контролем медицинских органов Я только хотел об этом сказать Что в России, в этом смысле, на мой взгляд, происходит чудовищное просто безобразие Я выступаю за легализацию проституции И я За полную, а ты? Нет? Мы сейчас голосуем За легализацию проституции Поздравляю, присутся легализованным Я выступаю за налогообложение законное сферы вот этих сексуальных услуг Я выступаю за то, что описал когда-то замечательно Куприн в своей превосходной повести Яма Где, как вы помните, еженедельно доктора обследовали проституток И допускали или не допускали их к работе В зависимости от их состояния и данных анализов Поэтому я считаю, сейчас скажу страшное слово Что проституции в России нет, а есть гнусное шлюшество Ну да? Блядство Нет, не надо Не надо, я не согласен Вот гнусное шлюшество Когда вместо того, чтобы проститутка представляла собой работницу сексуального фронта Которая находится под охраной закона Под охраной медицины И работает совершенно легально Вместо этого, как я уже сказал, происходит бандитизм Государственный разбой и полный беспредел Ну, наверное, касается многих сфер услуг, может, высокие услуги Вот, в данном случае это, начиная вот с торговли и общепита Который, ну, чуть-чуть, может, поулучшался За последним чуть-чуть, причем на самом деле Вот, незначительно, но чуть-чуть То в данном случае тут произошло, наверное, для проституток, скорее всего, думаю, улучшение произошло Мне так кажется Я думаю, что и улучшения никогда не было Я думаю, что с момента советской власти С момента, вообще, организации советской власти И по сегодняшний день Когда проституция ведь ни разу не была легализована в советской власти, да? Нет, конечно Происходит постоянное безобразие Глуснейший разврат И отвратительный государственный разбой, я повторю Проститутки при советской власти работали Под личиной секретаршек, третьих секретарей райкомов партии Или каких-нибудь там Ну, это ты загнул Ничего не загнул Ничего не загнул Друзья Это ты очень сильно загнул, большой край Сейчас мы посвятили аспект взаимодействия, проституция и, ну, скажем так, власти Давайте мы поговорим о другом аспекте Проституция и общество Да вот это важнее Вот Взгляд общества на проституцию Это общество на проституцию И возможно ли здесь, в принципе, у нас легализации ее, если даже не будут мешать власти Да Как к этой проблеме отнесется общество? У нас невозможно это абсолютно Совершенно Потому что у нас общества нет И государства нет У нас ничего Мы не можем нормально организовать ни одну из сторон общественной жизни Потому что нет общества Некому организовывать и нечего организовывать И нет востребованности со стороны Ты скажешь, я здесь даже больше имел в виду вот что Отношение конкретных людей Под обществом, я понимаю, конкретных людей Да К такому явлению, как проституция То есть как к ней относятся в Европе, в Америке и в России Я не знаю этого Я не был Я не жил долго ни в Европе, ни в Америке Я этого не знаю То есть Я знаю, как надо Просто я думаю, что здесь Ее подавляющее большинство не считает профессией Напрасно Это другое дело Да Напрасно Это профессия Разумеется Это профессия направлена на все конкретные вещи Мы знаем на что И она необходима И должны быть профессионалы Да И она необходима Чтобы люди В разных странах относятся по-разному Скажем так То есть В принципе Даже скажем так Есть В разных странах по-разному относятся законодательно И при этом По-разному относятся само общество То есть Кое-где законодательно она не запрещена Легализованно Имеет все то, о чем мы говорили Но при этом отношение граждан все равно плохое Вот Некоторых странах Очень мало Хочется стран, к слову, говорить Относится терпимо Вот Или даже хорошо Но это вообще единичная страна Присловут Упомянута Америка Там очень плохо относятся И государство И граждане Государство плохо А что А в чем это выражается Ну Во-первых Она все равно там нелегализована Она нелегализована Нет Она там нелегализована Она там нелегализована Я этого не знал У меня есть вообще человек. Нет, в США она нелегализована. В США она загнана в очень, скажем так, такие рамки, ну скажем так, криминала по большому счету. А почему? Ну это не ко мне, наверное, к Конгрессу США вопрос. Да, это серьезная тема. Это характеризует Соединенные Штаты Америки как лицемерную и пуританскую страну. А для тебя это новость? Да. Ну равно как и все страны, где она нелегализована. Она нелегализована. Да. А где она легализована тогда? Ну в некоторых странах. В Германии она легализована? Не знаю, не могу сказать. Я слышал, что в Германии, в Гамбурге, на Репербанге, это квартал Конститута. Я думаю, что она нелегализована. Нет, в Голландии, в некоторых других странах она легализована. Ну вообще, это явно мечтает. Северная Европа, скажем так. Ну вы-то выступаете за легализацию? Да. Да, мы уже сказали, что за легализацию, потому что я считаю, что это, собственно говоря, социальный и медицинский аспект, очень важная услуга. Безусловно. Именно социальная и именно с медицинской точки зрения. Она востребована, она нужна. И в ней нет ничего такого, что ей приписывается разными народами. Не только российским народом. Вот то, за что ее не любят конкретные частные люди. А за что ее не любят? Почему ее не любят? Вот это интересный аспект. По-моему, ее не любят. То есть считается, что эта сфера, видимо, должна оставаться интимной. Да. Несмотря на то, что в огромном количестве случаев это реально людей проблема. Так она должна оставаться интимной. Нет, ради бога. А посещение стоматолога, гинеколога, венеролога, кого угодно, она не интимная, что ли? Нет, я имею в виду, что... Да, тоже правильно. Она интимная. В том-то и дело. Более того, введен даже анонимный кабинет. Не интимный, ты хочешь сказать. Ты хочешь сказать, что эта сфера должна остаться табуированной в разговорах. Ты это хочешь сказать? Она должна остаться табуированной в разговорах. Почему? И не только ханжетство. Я не выступаю за это. Я пытаюсь понять, сформулировать, почему в обществе такое отношение. А я считаю, что только ущербные общества относятся так к проституции. Только неполноценные внутренние, ханжетские общества относятся так к проституции. А нормальные общества, где обсуждаются и поднимаются открыто все проблемы, должны рассматривать проституцию просто как профессию. Вот и все. У нас, понимаешь, что я рассматриваю? Это профессия. Женщина хочет работать в сфере оказания сексуальных услуг. Кстати говоря, здесь вот очень часто мне приходится, ну что ли, так сказать, как бы слышать такое мнение, что проституток жалеют. Говорят, вот они несчастные и бедные, их заставляют. Может быть, где-то их и заставляют. Я этого не знаю. Но вообще представить это довольно сложно, чтобы в это время заставлять. На самом деле, я тебе перебью, скажу эту фразу. Во-первых, так как я полжизни проработал с шоу-бизнесом плюс журналистом, мне приходилось очень много общаться. В том числе я делал и определенные там репортажи и так далее, и общался. Я разделил бы все-таки на две категории. Есть категория тех, которые заставляют, заставляют другую историю. Сбежать всегда можно, там, забирают паспорта, вся другая история. Есть такая категория девушек. Вот это отвратительно. Дело не в этом. Это точно так же, вот это есть рабский труд и наказывать у нас совсем по-другому. А есть категория девушек, гражданок, так сказать, которые... В радостной и с удовольствием. Для них это то, что они... Это стиль жизни, да. Это стиль жизни, они хотят этим заниматься. Так вот, я хочу сказать, что кто хочет этим заниматься, пусть на здоровье занимается, пусть платит налоги, пусть ходит к докторам, пусть работает легально, пусть не торчит там на углу на каком-то там под видом, не знаю, там, коллекционера марок. Вот тот месседж, как говорится, который я пытаюсь периодически где-то писать и донести, я считаю как. Вот, именно из-за того, что она нелегализована, у нас есть такое направление, как вот это вот первое, как я вам сказал, да, вот это рабское направление. Это ужасно, да. Потому что их реально проверить невозможно. Те милиционеры, которые периодически накрывают какую-то блат-хату, даже не тех, которые вдоль дорог стоят, я говорю, и тех, которые сядут на хату, да. Вот, накрывают какую-то блат-хату. Все, что они могут, они могут, скажем так, взять их и оштрафовать, там, ну раз там самим на халяву поиметь и снова выгнать. Так они их накрывают, потому что просто они долю не платят. Они потому что там... Дело нет. Меня вот в данном случае не это волнует, потому что это уже полностью успех государства. Я говорю, что именно то, что сделать так, как нет инструмента, они как бы, как бы, у нас даже вроде нечего им применить. К сутенёрам у нас можно применить, да. К проституткам применить у нас нечего на сегодняшний день. У нас же специально делается. И, наверное, не нужно. Нет, на самом деле, к сутенёрам и надо применять. Потому что, так как они и есть организаторы незаконного какого-то бизнеса. Это ужасно, отвратительно. Поэтому другое дело. Сажать ту ремашку. Да, у нас сейчас все более и более распространяются так называемые индивидуалки. Это работают, ну они тоже там, я не знаю, честно говоря, механизм, как они работают. Но они работают вот не вдоль дорог, не в каких-то групповых хатах. Они сидят, каждый по своей квартире, не дают объявления в интернет, весь интернет забит просто. Но их же крышуют тоже. Этого мы не знаем. Мы можем предполагать, кого-то не крышуют, кто-то так работает. Всех невозможно крышовать. Да, да и, наверное, не нужно, потому что сколько надо зарабатывать, никто не знает. Может, никому это просто и не выгодно. Вопрос совершенно в другом заключается. И те, и другие не подлежат контролю государства. Ни в плате, уплата налогов, а это серьёзный всё-таки денежный поток. Ни в главном медицинском факторе вот этом, да. Потому что, ну, я не буду касаться социального, даже не социального, а морального, скажем так, аспекта, что там типа женатые мужики ходят по проститутку. Они ходят по кому угодно. Мы не будем моральными аспектами. Да, они ходят по кому угодно. Они ходят только просто по девочкам в дискотеке. Мы говорим о том, что кто-то, пойдя туда, может оттуда вынести что-то, или наоборот, ей занести что-то, она понесёт дальше. Естественно. Меня вот это волнует, то, что она не может, предположим, придя в кафе, ты можешь, в принципе, попросить к ней справку из санкельтензона. Придя к ней, ты не можешь такой справки попросить. Ну, она, даже если я могу, она её купит при нынешнем положении. Просто легализация, это изменило бы отношение к этому со стороны общества, в принципе. Хотя потому, что может прийти санврач и проверить документы. У этих людей появилось бы, они перестали бы скрываться. Они чувствуются до собственного достоинства, в конце концов. Это нормальное решение проблемы, легализация. Мы говорим о некоем идеальном варианте. Я совершенно убеждён, что нынешнее российское государство легализовывать проституцию не будет. Что странно, потому что это действие не способно. Потому что ему крайне выгодно крышевать её, а не легализовывать. Ну, я не думаю, что это крышуется на уровне управления государства. Я думаю, что причина не в этом. А я уверен в этом, потому что люди, которые крышуют проституток, это служащие Министерства внутренних дел, которые являются государственными служащими. У тебя есть факты? А у тебя их нет? Нет. Ну, в тот же любимый тобой интернет зайди. Если ссылаться на объявления проституток в интернете, то этот же интернет кишет сведениями о том, как милиция крышует проституток. Милиция и министерство не одно и то же. А милиция абсолютно одно и то же. Совершенно одно и то же. Всякий человек, носящий форму милиционера, есть государственный служащий и работник МВД. И для меня он представитель государства. Вот и всё. Я не вижу всё-таки аналогов с министерством. Нет, я... Минуточку. Ему были какие-то дебри уже, совершенно... Какие не дебри? Я ещё раз говорю. Мы не ты, короче... Я хочу сказать, что я думаю, что в России причина того, что Преституция не будет легализована, не в этом. Я тоже думаю не в этом. А в том, что, поскольку реально общество относится к этой проблеме так, как оно относится, то есть совершенно не готово, никогда наши народные избранники эту тему не будут поднимать. Никогда. Вот я как раз с этим больше согласен, потому что с точки зрения экономики легализовать её выгоднее, намного выгоднее. Потому что крышевание – это всё-таки малая толика не налоги, которые намного в большей степени бы поступали. А они и крышевание бы никуда не делали в этом случае, поверь мне. Но при этом были бы ещё налоги. Потому что кафе точно так же платит и налоги, и крышевание, и ничего. Ну, может быть. И ничего. И ничего, да. Ты за это платишь, покупай здесь кофе. Ну, может. Вопрос не в этом. Вопрос именно в другом. Что именно, вот правильно сказал Саша, не готово само общество. Само общество, потому что у нас выражение «проститутка» такое же примерно, как ещё совсем недавно «спекулянт». Сейчас «спекулянт» уже как-то никого вроде не оскорбит этим словом, да, получается? Но оно как бы ушло. Оно ушло. Вот когда уйдёт слово «проститутка», вот когда уйдёт слово «проститутка». Вот в том-то и вопрос. Короче, она уйдёт. А очень просто все станут проститутками. Ввиду сакральности. Да ты и так проститутки не переживаешь. Насколько эта тема, область вообще сакральна, всё-таки, да, всё-таки люди пуритане. Да. Да, мы знаем это. В Америке здесь ещё больше, гораздо больше. Ну, я не знаю, в Европе. Мы пуритане. Мы стесняемся, не любим обсуждать. Пуритане, Саша. Пуритане, нет. Да, мы ханжи. Ханжи. Да. Мы не пуритане. Но, знаешь, мы не пуритане ни в малейшей степени. Мы ханжи. Хорошо. Ханжи. Это вещи разные. Хорошо. Вы смотрите, что получается. Андрюш, срубленное дерево прячут в лесу. Значит, труп прячут на поле боя. Да? Спекулянтов не стало, потому что все стали спекулянтами. Значит, тема проституции перестанет быть острой, когда все станут проститутками. Ну, это невозможно. Я скажу жёсткую вещь. Я считаю, что и так все проститутки в большей месте степени. Ну, потому что есть не степень. Да. Потому что, нет, что такое? Мы все продаём себя, так или иначе. Я согласен. Иначе мы все проститутки. Я согласен. Я вообще считаю, что главное преступление нашей власти в том, что она всех нас сделала преступниками. Вот совершенно на другую тему. Но, тем не менее. Но меня на самом деле малечко раздражает, что я вижу в России полное отсутствие. Когда я ведусь, слышу разговоры просто по улицам, да, никто не говорит о том, что надо что-то построить, что-то там мы создаём что-то. Как это было так давно ещё? Все говорят, продам, куплю, продам, куплю. Все продают и все покупают. Никто ещё не производит. Ну, это тоже другая тема. Это другая тема. Это тема проституции. Хорошо. Давай, ну, всё-таки мы имеем в виду проституции сегодня. Да, мы идём о сексуальных услугах. Да, 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 сферы оказания сексуальных услуг. Итак, это очень важно. Сфера оказания сексуальных услуг. Это сексуальные и это услуги. Кстати, сокращённая сфера оказания сексуальных услуг называется сосу. Ну, это только сокращённая сфера. Значит так, Левайя, мы сегодня говорили о сосу. Фу. Ты говорила об этом старая проституция. Значит, фу, это ханженство. Значит, да, да. Значит, мы, нет, почему ханженство? Мы как раз открыты. Нет, фу. Старый, простит. Как Андрей говорит, фу, это ханженство. Да, да. Хорошо, скажи, скажи, руфа. Все равно, а это уже агрессия. Это, да. А это другое. Это, да. Значит, итак, старый проститут говорил сегодня о сосу и заставил своих собеседников идти к следующему выводу. Первое. Сосу должно быть легализовано. Да, да, да. Слушай, погоди, погоди. Сосу и не будет легализовано никогда, потому что общество не готово легализовать сосу. И седьмой вывод. Сосу, не бей камеру, пожалуйста. Сосу в России. Больше всего. Друзья мои. Погоди, погоди. Я просто вспомнил. Я просто вспомнил. В Екатеринбурге, я помню, в 90-х годах милиционеры накрыли один кооператив, который назывался «Сосулька». Сосулька. Так, когда ничего он занимался. Как я не могу слушать без смеха знаменитую песню «Ёлочки-сосёночки». Хорошо, я думаю, что это тема сосу раскрыта. Тема сосу раскрыта и закрыта. Уважаемые проститутки, будьте легализованы, ходите к докторам и уважайте своих клиентов. Удачи. Прозит. Прозит.